Всем здравствуйте! Спасибо, что вы согласились принять участие в работе нашего круглого стола. Наш круглый стол посвящен реформе в здравоохранении, которая сейчас происходит, а именно о системе обязательного медицинского страхования, которая уже начинает реализовываться в стране. Первый вопрос я задам Нуржамал Шамгоновне. Что происходит сейчас с внедрением системы обязательного медицинского страхования? Была большая дискуссия в стране по этому поводу, и было много рекомендаций. И что сейчас происходит нового? Или уже произведены какие-то изменения? В сентябре 2016 года в республике создан фонд обязательного медицинского страхования, который начал аккумулировать финансовые средства. Фонд должен был обязан иметь неснижаемый запас на счете денег в размере 1-12 части суммы годовых поступлений, то есть не менее 50 миллиардов тенге. Эти деньги накапливаются в Национальном банке. И начиная с 1 июля 2017 года начали поступать в сносы. И все прекрасно знаете, что в этом году участниками становятся три категории наших граждан. Это первые работодатели, индивидуальные предприниматели и лица, работающие в рамках гражданского правового характера. Если остановимся на цифрах, на сегодняшний день сумма поступлений по республике составляет более 24 миллиардов. Из них 81% — это отчисления, проведенные работодателями. Около 19% — проведенные отчисления частными индивидуальными предпринимателями. По нашей области на сегодняшний день сумма отчисления составляет более 761 миллионов, 81,6% за счет работодателей и 18,4% за счет индивидуальных предпринимателей. Что поменялось у нас? Есть риск неохвата непродуктивно самозанятого населения. И Министерством здравоохранения на сегодняшний день предложено перенести сроки начала оказания медицинской помощи и также начало оплаты взносов, сроки оплаты взносов на 2020 год. В частности, оплаты — это физических лиц, самозанятых, непродуктивное население наше, также лица, работающие по договорам гражданского правового характера. И взносы государства по 14 категории переносятся на 1 января 2020 года. Также рассматривается вопрос о снижении процентной ставки взносов лиц, работающих по договорам гражданского правового характера, с 5 до 1%. Наряду с этим у нас будет продолжаться отчисление работодателей в размере, взнос в размере 1,5% в 2018-2019 году. И одновременно наряду с этим планируется предоставление незастрахованному населению пакет гарантированного объема медицинской помощи в 2020-2022 годы. Один из вопросов, который задают люди на нашем сайте, в социальных сетях, это такой вопрос. Если я не болею, то зачем мне платить эти отчисления на страховую медицину? Вы что-то могли бы этим людям ответить? Мы должны понимать, что эти деньги не только болеющим, есть еще профилактическая работа. То есть, видите, ходя на скрининги, на профилактические осмотры, даже по беременности, когда посещение школ, посещение всех этих занятий, это профилактические меры. Именно вакцины детям, вакцины взрослым. То есть, все предупреждающие меры обязательно входят. Это не обязательно, чтобы человек болел, а обязательно пришел на него потратить деньги. Еще деньги будут направляться на профилактику. Здесь необходимо понять то, что надо наше население. Еще один вопрос будет к Вам. Это фонд закончил двухмесячную кампанию по прикреплению населения к лечебным учреждениям. Могли бы Вы сказать, в чем был смысл и значение этой кампании? Да, очень хороший вопрос. В этом году впервые фондом проведено прикрепление населения к нашим переличным организациям, то есть нашим поликлиникам. Если мы будем останавливаться в статистике, на сегодняшний день наше население осведомлено, что проводится прикрепление. Каждый пациент, каждый житель может выбрать клинику, поликлинику, которая будет обслуживаться. Для этого фондом был разработан множественный информационный наглядный материал, который мы распространили на наших сайтах, наших медицинских организациях. Крутились очень много роликов по разъяснению. На сегодняшний день по нашей республике более 300 тысяч человек выбрали себе поликлиники, которая будет обслуживаться. В нашей области тоже самое проведена определенная работа, выезды были в регионы, в районы наши, в поликлинике посещения населения встречались. И на сегодняшний день более 5700 человек внутри области выбрали себе поликлиники. Согласно нормативных документам, в 2007 году все иностранные граждане обслуживались только по экстренным случаям. Начиная с 2018 года, все иностранные граждане, которые приступлены к нашим поликлиникам, будут обслуживаться как наши местные жители в рамках гарантированного объема. Вообще всегда когда-нибудь нужно, наверное, с чего-то начинать. В западном мире, по-моему, давно эта система работает. Стоит начать, а там, наверное, получится, я думаю. Продолжая эту тему, у меня вопрос к Едиге Шаликовичу. Вы впервые взяли к себе около 5000 жителей Аксая. В основном это Аксая, Дедрич? Аксая и Уральск. Как вы готовитесь принять вот такую вот массу посетителей, такую вот большую нагрузку на свое учреждение? Насколько вы готовы? Что это от вас потребовало? Беря на себя такие обязательства, приглашая людей к себе на обслуживание, я думаю, что мы обязаны и будем делать все для оказания качественной медицинской помощи в предоставлении. В этом случае еще хочу сразу же остановиться на том, что благодаря тому, что в этом году ФОМС нам дал такую возможность для принятия участия в предупреждении населения, упростили порядок подачи документов, всего там три документа подавались, и мы сразу же воспользовались этим и пошли на эти условия и занялись в предупреждении населения. По поводу того, справились ли мы или нет, я уже повторю, что есть опыт работы. И второе, по медицинкам за три года работы, по двум медицинкам, приобретены ряд оборудований, которые необходимы для дальнейшей работы. Имеются высококвалифицированные врачи, имеются врачи, которые приглашены из других регионов республики, таких как Астана, Алмата, Ак-Тюбе. И я думаю, что в этом направлении нам работает это сильно. Улучшится ли качество обслуживания в медицинских учреждениях? Что вы можете ответить? Ну, во-первых, это, конечно, подспорье. Каждая клиника будет готовить не только квалифицированных кадров, обученные кадры будут, но эти кадры должны уметь работать на новых оборудованиях, совершенствовать свои знания, оказывать более технологичные виды медицинских услуг, проведение не стереотипных каких-то манипуляций, а с каждым годом совершенствоваться должны медицинские услуги. При этом кадры готовы, оборудование есть, но еще должна быть удовлетворенность населения, чтобы не было жалоб. Это тоже одно из требований, являемых фондом. На сегодняшний день каждая клиника преддверии, то есть в ближайшие два года, готовясь к страховым медицинам, эти моменты, эти индикаторы тоже будут учитывать. Кадры, подготовленные кадры, значит, качественные медицины, думаем, что повысит нашу конкурентность наших медицинских клиентов. Ну и кроме этого, в структуре фонда на следующий год, я так понимаю, что появятся эксперты и начнет реализовываться функция контроля за качеством медицинских услуг. Обязательно. Значит, каждая клиника, в зависимости от профиля оказываемых услуг, будут ответственны за определенные индикаторы. То есть, если это кредиологическая клиника или онкологическая клиника, в зависимости, это должно увеличиться раннее выявление, продолжительность жизни, послеоперационная продолжительность жизни. То есть, эти моменты как бы будут основными индикаторами и наши эксперты. Да, сегодня фондом специально с 2018 года создается отдел мониторинга качества. От пяти до десяти экспертов в каждом регионе готовится, то есть, начинает уже обучение. То есть, уже на сегодняшний день, как бы, мы знакомим, будем знакомить, значит, нашей клинике этими индикаторами. То есть, и четко будут расписаны индикаторы на уровне АПП будет, на уровне стационара будет. И еще, чрезвычайно важно, то, что сейчас делается по реализации системы обязательного медицинского страхования, это внесение прозрачности в работу фонда при распределении госзаказа. Появляется такая новая структура, как общественные комиссии. Для чего они, зачем и кто в них вошел? Можете ли рассказать нам? Ну, хочу тоже отметить, что фондам на сегодняшний день впервые при закупе учтены моменты, то есть, закупаемые медицинские услуги должны быть прозрачными. Для этого созданы во всех регионах региональные комиссии, и на уровне республики это республиканские комиссии. Если раньше медицинские услуги распределялись только одним органом, то на сегодняшний день распределение медицинских услуг, то есть, участвуют наряду с государственными организациями и другие неправительственные организации. Сегодня, вот, вначале вы познакомили, вот этот Дронь Сергей Алексеевич, он член региональной комиссии от Палаты предпринимателей, да? Тамара Алексеевна Истомина, это председатель неправительственной организации. То есть, первое заседание у нас состоялось, то есть, более конкретно скажут наши коллеги. На сегодняшний день доступность, прозрачность в оказании медицинских услуг, то есть, рассматривается нашими членами помиссии. То есть, если бывают какие-то моменты, то обязательно, региональные эти вопросы будут обсуждаться. Знаете, как бы, меня не очень впечатляет эта идея. Почему? Ну, потому что я не очень уверена, что будет, во-первых, качественное обслуживание, что, во-вторых, не возникнет опять тех же проблем, которые возникали раньше. А потом, ну, поднимая, что фонд этот есть, конечно, и это хорошо, что какой-то резервный фонд есть, но я не думаю, что он будет действительно себя оправдывать на все 100%. Сергей Александрович, вы тогда дополните, пожалуйста, Если состоялось уже первое заседание, вы, как вы считаете, работа общественной комиссии, она будет влиять на ожидания людей, населения, в том смысле, что улучшится, они ждут улучшения качества медицинских услуг? Безусловно, это имеет значение. Вот, в добрый день, участники круглого стола. Я являюсь членом региональной комиссии по выбору освещения объемов медицинских услуг среди подаваемых заявок среди субъектов здравоохранения и представляю объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в нашей области, подаваемые национальные палаты здравоохранения. Хочу отметить, что 20 ноября состоялось заседание комиссии. Мы рассматривали заявки 51 медицинской организации, которые были рассмотрены 20 числа по размещению объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Заявки были представлены на бумажных носителях. Все представляемые документы соответствовали требованиям правил. в полном объеме и соответствовали требованиям 591 приказа Минздрава от 7 августа этого года. Эти правила основаны на Кодексе Республики Казахстан о здоровье народа в системе здравоохранения. Заседание комиссии проходило в прозрачном режиме. Рассматривались все заявки доступно, открыто, общим открытым голосованием. Объявили порядок залп по услуг субъектов здравоохранения. Согласно опять же того же приказа 591 членов комиссии должно быть нечетное количество, что нами было составе 9 человек, по-моему, да? По закупу и объему медицинского услуга должно быть нечетное количество число, так что соответствует тому, что было. Ну, пожалуй, вот это все, что я хотел отметить. Все заявки, каждая заявка рассматривалась, весь пакет документов рассматривался. В общем, голосованием было принято решение о том, что все поданные заявки в полном объеме, соответствующие, требуются у него первого приказа для здравоохранения. Да, безусловно, хорошее, потому что в наше время препараты и лекарства стоят в достаточно большую сумму, поэтому надо помогать людям, естественно. Ну да, везде же так сейчас пользуются, во всех развитых странах. В Европе, в России тоже есть недавно. Будет этот немножко сбалансированный. Сергей Александрович, а как встал, больше появляется понимание реформы в системе здравоохранения, имею в виду внедрения системы обязательного медицинского страхования. Я знаю, что было еще лет, там было много вопросов и так далее. Вы знаете, это мой первый опыт участия в форуме, да? Я только начинаю вникать в суть этих вещей. Я думаю, нужно, чтобы он покорректнее ответить на этот вопрос. Я пока не готов ответить. Пока не ходила, я мало обращаюсь, потому что в наши поликлиники обращаются, и очередь такая, и посылают. Это целый месяц надо ходить, чтобы одно заболевание узнать. Все, больше ничего не могу сказать. Нестрахование-то, не знаю, ерунда. Хорошо. Я хотела бы обратиться к руководителям частных медицинских учреждений, чтобы вы поделились своей информацией, как на вас влияет та реформа, которая сейчас происходит. Что вы ожидаете от системы обязательного медицинского страхования? К чему она вас подвигает? Вы впервые в этом году вошли в базу медицинских учреждений, да? И вот, что вы скажете на это? Как это на вас повлияет? Что у вас там происходит теперь? Благодаря фонду обязательного страхования социально-медицинского страхования аккредитованная частная медицинская страховая компания «Интертиф» вошла в базу поставщиков медицинских услуг и стал участником фонда. Фонд обязательного социально-медицинского страхования четко обозначил, что разницы между частными и государственными медицинскими учреждениями нет. Главное – это оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами регистрации. Это материально-техническая база, повышение квалификации сотрудников и требования соответствующего помещения. У частных медицинских организаций появилась возможность влиться в конкурентную среду и тем самым это стимулирует нас на усиление своей материально-технической базы, улучшение сервиса и дальнейшее повышение квалификации врачей, сотрудников и тем самым создание предпосылок для того, чтобы стать лидером в среде поставщиков медицинских услуг. Ставшим участником фонда в этом году «Интердич» подал заявку на стационар замещающей помощи. Это дает нам дополнительное финансирование. Тарифы, конечно, на ГУБМФ на сегодняшний день лояльные, но в ступени ОСМС обещают повышение тарифа. Свою участь с нашей стороны – это строгое соблюдение протоколов диагностики лечения и стандартного аккредитации. В Западной Казахстанской области буквально 1 сентября мы открыли новую клинику в городе Уральск, вторую. И в Оксайе у нас тоже две клиники, что нам позволяет, конечно, достойно вступить в систему обязательного медицинского страхования. Мы готовы предоставлять население медицинские услуги, потому что, в общем-то, страхование – это такой довольно серьезный такой этап, я считаю, в нашей республике. И, конечно же, мы готовы и активно участвовать в этой системе. Мы с удовольствием приняли приглашение и, конечно, депутатные заявки, выполняются требования. Мы прошли аккредитацию, защитить первую категорию. Это тоже имеет значение большое для того, чтобы население как-то доверяло нам. И оно нам доверяет. И я надеюсь, мы дальше будем идти в одной системе в обязательной медицинское страхование, сочетаясь с добровольным медицинским страхованием. Потому что государство нам позволило два пути страхования. И я думаю, они оба будут достойны представлять в нашем населении. Акционерное общество ТАЛАП и ТОНЕФРОС, да? Я знаю, что Вы работаете в рамках гарантированного объема медицинских услуг. Для Вас что в новинку? Акционерное общество ТАЛАП на рынке медицинских услуг уже более 20 лет. Конечно же, им им определенные опыт работы, в том числе и по касанию услуг гарантированных объема бесплатной медицинской помощи. Население знает, нашу организацию доверяет нам. В этом году мы планируем расширить объем стационарной размещающей стационарной помощи. Конечно, понимаем всю ответственность, которую берем на себя по касанию качества медицинских услуг. Хочется отметить, что то, что государство обратило внимание на частные организации и привлекло как можно больше частных, как создает здоровую конкурентную среду среди медицинских организаций. В свою очередь, каждый будет, наверное, стараться выполнять работу так, как положено, по утвержденным стандартам, чтобы население было удовлетворено качеством медицинской помощи. И, естественно, от этого качество медицинской помощи будет расти. Хотелось бы еще сказать о процедуре, которая проходила в этом году, когда вносились в общую базу данных медицинских организаций, когда мы подавали заявки на планирование объемов на будущий год. Процедура была настолько упрощена, мы же не первый год работаем, да, то есть не было какой-то бумажной балакиты, не было огромных стопок, документация. Все было очень четко, очень хорошая команда работала филиала фонда. В нашем регионе все вопросы моментально решались, сопровождали нас, консультировали по всем возникающим моментам, вопросам. И начинают руководствоваться уже малышам гонны и юристы, и команда специалистов. То есть процедура была приведена, но прям легко и быстро, я могу и сказать, потому что мы не первый год подаем заявки. Ну и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, плодотворное. И всем разом за всех участников, всем здоровья. Кимирхан Муратович. Я, наверное, немножко расскажу о нашей службе. Я представляю здесь диализованную компанию «Нефросазия», которая входит в состав международной компании «Диавером». В Казахстане мы буквально на днях зарегистрировали тысячного пациента. В Казахстане у нас 21 клиника «Диавером». Намного уменьшился объем бумаг. При подаче заявок на следующий год, при размещении процедуры госзаказа на 2018 год, очень быстро, как мы тоже не первый год на этом рынке работаем, очень быстро все это организовано было хорошо. И консультации, и в ноябре месяце это все было обычно к концу года, в общем, немножко суматошно, там очень много накладок друг на друга было. А в этом году здесь вот, благодаря фонду, все это очень быстро, в ноябре месяце мы все уже сдали, и все уже, как говорится, были со спокойной душой и дальше уже работали. В этом году мы также вошли, мы вошли, в смысле, впервые в эту базу данных, была сформирована фондом, база данных поставщиков услуг. Вот мы вошли в эту базу данных, но в рамках дальнейшей работы, благодаря фонду мы рассчитываем, уже имеем определенные договоренности на расширение услуг для диализных пациентов, это не только для диализных пациентов, я имею в виду больных с ХПН, это мы планируем открыть нефрологический кабинет, потому как в городе у нас очень мало нефрологов, эта помощь очень нужна. В нашем центре мы также планируем открыть именно прием, консультативный прием нефролога, в центре в своем планируем мы открыть дневной стационар для больных, гемодиализных больных, также в центре для оказания сосудистого доступа этим же диализным больным мы планируем открыть операционную площадь, у нас есть, специалисты у нас есть, ну и в плане гемодиализа мы планируем поднять планку еще выше, проводить больным гемодиафильтрацию, это более углубленный такой метод очищения крови диализных пациентов, до этого у нас не было возможности это провести. Благодаря фонду мы планируем это все сделать. Западноказахстанцы, уральцы очень много ездят за лечением в соседнюю Самару, в российские города, вывозят свои деньги, едут туда за врачами, хорошими медицинскими обслуживаниями, технологиями. Вот изменит ли вот то, что сейчас происходит, нового, изменит ли эту практику, эту реальность и жители нашей области станут меньше ездить в российские клиники и зарубежные клиники. Есть ли для этого надежда? И если она есть, эта надежда, то она где, в чем, можете ли на этот вопрос что-нибудь сказать? Все-таки непросто вышивать. В такой ситуации всегда было, как вот с этой проблемой справлялась наша организация, чтобы закупить более новое оборудование, чтобы внедрить новые технологии. Мы имеем несколько направлений деятельности, не только медицинских. И у нас есть подразделения немедицинского характера, за счет которых мы, ну, как бы расширяли свой успех медицинских. И последнее вот наше, ну, как бы достижение, закупили аппарат Центурион, новейшее оборудование, которое имеет не каждая клиника, не только в Казахстане, но и в России. И мы внедрили новый метод аптемиологической хирургии, фака и марсификации батаракты. Ну, с надеждой на то, что мы будем сейчас вообще работать в фонде социального медицинского страхования, расширяя спектр услуг в этом плане. Ну, думаю, что наши возможности будут, и население будет доступна за помощь в нашем регионе по всем областям. Ну, в частную медицину приходят деньги, больше денег от фонда, и это дает возможность приобретать новое оборудование, новые технологии. Вот в этом и есть надежда, что люди станут больше довольны качеством местных врачей и предприятий. У вас есть что-то? Да, я бы хотела вот еще добавить жителей, которые выезжают за пределы. Да, вот у каждой клиники есть определенный опыт, да, вот наши пациенты, выезжая за пределы, приходят с выпивками в наши медицинские организации. То есть здесь есть как бы потенциал развивать то направление, по каким направлениям уходят на лечение. Вот здесь, мне кажется, вот сегодня Елена Викторовна четко разложила, что именно так как наше население, как так будем говорить уже такой более пожилой возраст, есть в первую очередь это проблемы со зрением. Томнологические диагнозы превалируют. Естественно, в этом направлении каждая клиника будет в виде выписки наших пациентов усиливать кадровый состав, усиливать техническую базу. И правильно вот сегодня мой Дитя Кишайкович говорит, проведение мастер-класса приглашением не только вот приглашает отечественные клиники и зарубежные клиники. То есть мы оказываем помощь пациенту и учим свои кадры. Это проведение мастер-класса на листах, это как бы расширение квалификации наших кадров. Это тоже немаловажно, и в этом направлении, думаю, сегодня все клиники работают. Деньги из фонда страховой медицины, собранной из отчислений населения и предпринимателей, они придут в медицину в 2020 году, да? То есть они аккумулируются? Аккумулируются в Национальном банке, да. Именно в 2020 году. То есть такая дополнительная порция денег придет на этот рынок? Можно еще успеть прикрепиться к... Хотя компания-то закончилась, кто-то проснулся. Вот что вы им скажете? Класс. Ну, если человек уже в этом году, как бы компания 15 ноября, сами знаете, завершилась, то есть, значит, имеет этот человек право на второе полугодие, то нужно участвовать и выбрать себе любимую поликлинику. Вот. Это... В какой период? Ну, через полгода можно. Через полгода, где-то в середине... нет ничего подобного. Пожалуйста, в любой момент подходите и в любой момент эти предприятия будут продолжаться. Ну, хорошо. И я благодарю всех за то, что вы приняли участие. И я думаю, что... Надеюсь на то, что те, кто послушает материалы этого рабочего... Этой нашей круглого стола, они как-то преисполнятся больше оптимизмом, доверием к проводимым реформам в сфере здравоохранения. Спасибо! Я из ЗАО, я просто работаю в такой фирме, где изначально было сделано вот эту систему страховку предоставлять. А, у вас, то есть в частной, да, какой-то организации? Ну, как вообще? Это работает? Да, работает. На практике? Да, работает. Всё. Спасибо большое. До свидания. До свидания.